Вот он стол заказов наконец-то стартовал, это прямой эфир, можете проверить, если мне диле не доверяете. Номера сразу же в самом начале напомню, 5743, 5742, это смс-сообщение, а еще можно дозвониться на номер 0971. Мы сегодня, знаете, вместе с редакторами штудировали интернет и нашли очень забавную историю. В 1671 году родился такой король, знаете ли, не очень известный, и назвали его Фредерик IV. Так вот, славился он тем, король Дании и Норвегии, славился он тем, что всю свою жизнь боролся с родственниками. Родственники всяческими способами пытались отравить, лишить жизни этого бедного человека, дабы завладеть его состоянием, наверное. Но Фредерик оказался очень живучим товарищем и жил долго, ну, нельзя, наверное, сказать, что счастливо. Мы решили, знаете, перевернуть это немножечко на вас, наших зрителей, и узнать, а в вашем вообще роду, среди ваших родственников в генеалогическом древе были какие-то известные личности? Может быть, вы голубых кровей, ну, в плане королевских, а может быть, у вас так же, как у меня, был прапрапрапрапрапрапрадедуш, дедушка, у которого 8 жен, целый гарема, и все прекрасные, как одна. А вот сейчас Василий заходил, наш сотрудник закадровый, рассказал, что один из его родственников участвовал в конкурсе, как расколоть орех пятой точкой, и, знаете, победил, по-моему. Вот. В общем, многие из нас, мне кажется, могут похвастаться своими родственными связями, так что делайте это прямо сейчас. А поставлю Стима, он поет про фотоальбом. В фотоальбоме как раз-таки можно найти лица тех самых далеких, предалеких или не очень родственников. У вас есть какие-то знаменитые родственники, или, может быть, не знаю, можете похвастаться голубыми кровями, происхождением каким-то великолепным, а может быть, просто есть такие среди родственников, про которых не рассказать, ну, грех. 57-42, 57-43, это номера для ваших смс-сообщений. А еще можно поучаствовать в битве фан-клубов, это у нас еженедельное занятие. Максим и Ёлка сегодня два претендента на ваши голоса, а в четверг уже подведем итоги. И, кстати, за интересные сообщения я еще раз напоминаю, каждый раз мы дарим подарки. Так вот, за самое-самое интересное и оригинальное мы отдаем сегодня билеты. Билеты на концерт группы «Винтаж», который 15-го числа произойдет. И еще подарим зонт с фирменными нашими логотипами, очень огромный, вы наверняка его уже все видели. Вот, а за второе место у нас по-прежнему остаются тапки. Тапки не пользуются особой популярностью, мне кажется, но, тем не менее, от этого они, конечно же, не хуже. Маслик Паша, я тебя очень сильно люблю и сижу рядом, твоя красота. Неужели Паша вас не замечает, если вы сидите рядом и отваляете ему даже сообщения? Венер, я люблю тебя, Айнур из Казани. Написал Казани, огромный-преогромный привет, знаю, что очень многие нас там смотрят и любят. Девушки любого возраста, пишите. Нет, и парни тоже любого возраста, пишите, у нас здесь нет ограничений. Привет, мой дед, даже в 80 лет мог отжаться 30 раз подряд. И я 10 делаю еле-еле. Поставь, пожалуйста, Кудякова. Ренат написал. Ренат, ну что ж такое-то? Мне кажется, надо дотягиваться до результатов вашего знаменитого деда. Физкульт-привет, конечно, можно было бы сказать. Кудякова есть у нас. Ренат, мне несложно выполнить заявку, тем более, что стол заказывает место, где мы, собственно, и выполняем ваши музыкальные заявки. Кстати, товарищ Звонкий принял участие, весь речитатив был в его исполнении. Если вы являетесь поклонником хип-хоп направления, для вас у нас есть отдельный телеканал, наше дочернее предприятие, которое называется hiphophit.tv. Вещает пока только в интернете, но зато 24 часа. Так что заходите, смотрите и получайте свою порцию удовольствия. Сегодня спрашиваю про родственников, были ли в вашем генеалогическом древе какие-то знатные персоны или просто отличающиеся от всех остальных ваших родственников. Знаете, бывают либо очень навязчивые родственники, либо родственники, которые очень далеки от вас, но в определенный нужный момент они обязательно появляются. А есть просто интересный персонаж. Так вот, про этих людей мы сегодня и спрашиваем. 57.42, 57.43 это для тех, кто может выговориться на нашу тему, делать это не раздумывая. Кстати, есть еще номер для звонка, 0971. Моя бабушка была известной в городе балериной, она до самой старости сохраняла грацию, а еще у нее было потрясающее чувство юмора. Очень скучаю по ней, Настя написала. Настя, к сожалению, имени не оставили своей бабушке, но такой действительно бабулечкой можно гордиться. А, Саш, я тебя люблю, Инна написала. Надеюсь, это взаимная Инна. Делечка, привет! Поставь, пожалуйста, мне Васю Обломова, начальника, а то мне грустно, а высказаться я не могу. Илья написал. Илья, так вы уже высказались практически. Ну так, конечно, в двух-трех словах, зато все остальное за вас продолжит Вася Обломов. Вот он, гимн депрессии только что прозвучал. Кстати, если у вас в жизни тоже, так же, как у Василия Обломова, все вроде бы так себе, тогда нужно посмотреть в другую сторону противоположную. Есть люди, которые преодолевают все трудности и смотрят в далекое и светлое, самое главное, будущее. Певица Нюша одна из таких, между прочим. Девочке тоже бывает больно от несчастной любви, хочется быть волком от предательства, но Нюша верит в настоящее чудо, поэтому в ее песнях наравне с искренностью и глубокими переживаниями всегда чувствуется, как буквально накрывает волной бушующей позитивной энергии. Поэтому, знаете, мне кажется, что можно смотреть на Нюшу и понимать, эх, солнечные эмоции, вот они, они на лице Нюши. И, кстати, в городе Санкт-Петербург очень скоро будет возможность посмотреть на Нюшу вживую, как называется, потому что концерт сольной состоится 28 октября в Ледовом дворце. Прозвучат все абсолютно хиты из альбома, который называется «Выбирать свое чудо». Начало 18.00, я думаю, что всю информацию вы найдете подробненько. Так, мой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушка был Макаров, Аня написала. Ань, вы имели в виду, видимо, того Макарова, по имени которого пистолет назван, других почему-то мы здесь не припомнили. Привет, Тру-ТВ и Диля, у меня есть дедушка, который построил дом, в котором мы живем. Поставь Полину Гагарину. Савик написал. Савик, это тоже достойно уважения. Мужчина, конечно, построивший дом, посадивший дерево и родивший сына, это вообще супер мужчина. И еще одно сообщение. Диль, привет, очень нужна реклама. Помоги, видимо, у вас срочное дело какое-то. Легко. Я полностью согласна, что конец света совершенно ни к чему. В ближайшие лет, наверное, 90. А там посмотрим. У меня в роду есть немцы. Вот так вот с гордостью то ли, то ли просто сообщили. Это Наташа написала. Наташа, ты знаешь, у меня в роду, например, узбеки. И что? Я же этим не хвастаюсь. Мне кажется, что нужно какую-то, прям, знаешь, непринадлежность к национальной группе какой-то, а особенность твоего родственника, конкретного или группы родственников. Может, они чем-то интересным занимались. Может, у них ремесло какое-то развито было. А может быть, они были крепостные или, наоборот, царских кровей. В общем, что-нибудь интересненькое надо, Наташа, чтобы заработать эти очки и забрать тапки. Тапки и очки. Про очки я, конечно, это собрала немного. Если кто-то был герой, добрый, смелый, строевой, то узнаешь имя. Это генерал Кутепов. Вот так вот. Непонятно, подписи здесь нет. Это что, из ваших родственников кто-то? Или просто так стих вспомнили? День привет. Так, родственники у меня лучшие в мире. Танечка Калинина написала. Танечка Калинина, я вас с этим поздравляю, собственно. Привет, я голосую за елку. Поставь ее, пожалуйста, Аня написала. Анечка, если так же, как ты, проголосует еще огромное количество людей, ну, до четверга, по крайней мере, то всю пятницу будешь смотреть на любимую елку, и причем несколько раз подряд. А мой папа умеет складывать в уме быстро четырехзначные цифры, хотя в работе ему это не пригождается. Он водитель городского автобуса. Инесса написала. Инесса, ты знаешь, что умственные способности еще никого не уродовали. Денечка, привет. Поставь, пожалуйста, Анжелику Агурбаш с песней «Река». Очень нужно кто-то написал, но если вам правда-правда нужно, значит, ставлю. Такие душераздирающие истории, конечно, способствуют признаниям в любви. Лена не сдержалась, написала. Ворзоносцев Дима, я тебя очень сильно люблю, только твоя Лена. Следующее сообщение про родственников вспомнили. Моя прабабушка была травницей, и все рецепты настоев держала в голове. Я тоже разбираюсь в этом немного, но, к сожалению, большинство данных все-таки забылись. Нин написала. Очень необычно, мне кажется. Кто знает, может, действительно получите от нас подарки. Коль, я люблю тебя очень. Извини, чебоксары, приехать не смогу. Света, очень коротко, но понятно. Мой прапрапрапрапрадедушка был художником. Каким? Известным каким-то или просто худой? У нас тут каждый второй художник, знаете ли. Привет, Диль, поздравь, пожалуйста, группу Марсель, а то мы его давно не видели. Его, это кого? Это же группа, собственно. В тот раз мы тебя просили, а ты не поставила. А такого быть не может. Если я обещаю, то делаю обязательно. Есть у нас эта песня, называется эта песня для тебя. Действительно, для вас эти песни, любые абсолютно клипы, какие пожелаете, с удовольствием поставим. И сегодня спрашиваю, есть ли вам чем гордиться относительно родственников, какие-то знатные личности или, может быть, даже люди, которые вошли в историю, являются ли вашими родственниками. Рассказывайте свои истории, за лучшие мы отдаем подарки. Так, вот такой мой прадед был атаманом в нашей станице. Ну, расстреляли его в 1918 году. Атаманские корни, интересно, передались вам по генам или нет? Танюшка, ты самая лучшая кумка. Люблю вас с Жабиным. Больше жизни. Подписи здесь нет. А у нас в роду цыгане. Григорий написал. Григорий, интересно, обладаете ли вы способностями предсказывать или видеть будущее? И еще одна дель привет. Поставь, пожалуйста, 2345 и 5100Family. Я буду есть у нас такой клип. Давненько, конечно, он уже крутится, но, тем не менее, почему-то не надоедает. Эфир стола заказов продолжается у нас с вами. Между прочим, очень даже прямой этот самый эфир. В режиме онлайн все происходит. Можете дозваниваться, общаться. Тем более, что трубку поднимает очаровательная фея. Номер 0971. Но для начала, конечно, подготовьте историю о своих родственниках, знаменитых или, может быть, просто выдающихся личностях. Известным художником был мой прапрапрадедушка Корин Павел. Саша написал. Саша, всегда интересен еще вопрос, передались ли вам какие-то способности с генетикой или же нет. Талантами вас обделили, может быть. Род моего мужа известен с 18 века. Основатель рода Качикай, который работал печником в Кремле. И есть легенда, что в Кремле до сих пор существует надпись «Великий мастер Качикай». Ничего себе, это действительно достойно гордости. А мой прадед построил дом. Сыновей расстреляли, дочек сослали в Сибирь. А в доме школу сделали. И до сих пор обучают детей. Дель привет! В семье выдающаяся личность – это я. Я занимаюсь вязанием, вышиванием. Канзашибы написали слово. Пришлось влезть в интернет, читать, что это такое. Это, оказывается, украшение для волос в японском стиле. А еще я в театральной студии играю роли. Нелли из Пархова написала. Нелли. У нас тоже есть сотрудники, которые после работы играют роли в театре. Последняя роль у нее была «Кастрюля» у нашей редактора Леры. Говорит, справилась вроде как. Диль, привет! У меня по маминой линии родня Федя Бондарчук. Целую в макушку. Сергей написал. Сергей, меня в макушку нельзя. Есть на то причины, поэтому извиняйте. Так, Дилечка, поставь мне, пожалуйста, «Гуфа» и «Центр». Есть у нас такое произведение, называется «Город дорог», потому что там вся группа «Центр» в одном еще комплекте до распада. И песня, в принципе, неплохая. Про выдающихся ваших родственников сегодня мы спрашиваем. Были ли те люди, которые на вашем генеалогическом древе отмечены особым пунктиром? Может быть, и даже гордитесь вы этими людьми? Ну, хотя, в принципе, вообще всеми родственниками, наверное, можно гордиться, если хорошенечко подумать, кто и чем из них отличается и, может, обладает какими-то талантами. Но мы сегодня отмечаем особо особенных, и за эти сообщения отдаем подарки, между прочим. Мой дедушка был очень талантливым плотником. Он делал шкатулки в виде восточных дворцов. Ух ты! А моя бывшая кошка съела все башенки, Юля написала. Диль, привет! Мои предки с Нижней Тунгуски, но один из них выдающимся... А, ни один из них выдающимся человеком не был. И грустная улыбка. А пользуясь случаем, передаю привет Юле и жене в город Иркутск. У них 22 октября будет свадьба. И я у них, свидетельница, с радостью написала нам Иринка. Иринка, передавайте там всем огромный-преогромный привет, чтобы жили долго-долго и, конечно же, счастливо. На номер 0971 кто-то дозвонился. А, Артем это. Здравствуйте, Артем, вы в эфире. Диля, здравствуй. Как будто мы с тобой 100 тысяч лет знакомы. Ты откуда дозвонился? Я дозвонился из такого знаменитого села Черевково, Архангельской области. Ой, боже мой, а напомни, пожалуйста, чем же знаменитое это село? Ну, это село не то, что как бы знаменитое, но тут есть такая церковь, она связана. Очень долгая история, конечно, но... Ты покороче, Артем. Смысл в том, что когда-то, ну, в древние времена у нас был священнослужитель здесь, и было нападение на наше село, и вот этого священнослужителя привязали к хвосту коня и провезли по нашим улицам здесь. Артем... Такая грустная небольшая история, но... Нет, она очень большая и очень грустная у тебя, Артем. Мы надеялись на чудо какое-то. Ясно, понятно. То есть про родственников ты решил не рассказывать, а о достопримечательностях своего собственного села решил рассказать, да? Да, да, да. Дилочка, Диль, а можно с тобой у тебя вот спросить? Я очень вот ради этого и звоню. Очень сильно волнуюсь. Диль, а скажи, пожалуйста, как с тобой можно пообщаться в ВКонтакте? Очень легко и просто. Я могу тебе продиктовать сейчас ID свой... Так, подожди секунду. В общем, я сейчас найду и вот через клип продиктую. Я добавляю всех в друзья и с удовольствием общаюсь. Артем, спасибо большое. Ты нас, честно говоря, немножко удивил. И грустной историей, и своим вопросом. Да и вообще парень молодец, мне кажется. А Нюшу просил поставить Артем. Есть у нас песня, по-моему, «Не перебивай». Для Артема специально для рекламы поставили Нюшу с песней «Не перебивай» и забыла напомнить в очередной раз, что певица Нюша – это девушка ранимая, ей тоже бывает больно от несчастной любви и хочется быть волком от предательства. Но она, конечно же, верит в настоящее чудо, поэтому в ее песнях наравне с искренностью и глубокими переживаниями мы чувствуем, как нас буквально накрывает позитивной волной. И если вам не хватает солнечных эмоций, приходите на сольный концерт Нюши в Санкт-Петербурге. Он состоится 29 октября в Ледовом дворце. Начало 18.00. Хиты из альбома, который называется «Выбирать свое чудо». Выбирайте. Я думаю, что чудо все-таки случится. Обещала Артему, очень интересному человеку, с интересной историей, айди своей страничке ВКонтакте, запиши. 165-716-74. Добавляю и общаюсь с удовольствием. И также в нашей официальной группе, кстати, есть все остальные ведущие телеканала РУ-ТВ. Адрес на экране вы сейчас увидите. Это официальная группа телеканала РУ-ТВ ВКонтакте. И там, кстати, очень много интересного. «Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка моего мужа, герой гражданской войны Александр Пархоменко. А папина фотография висит в музее пограничников?» Вот. Подписи нет, но действительно есть чем гордиться. «У меня все прадеды были военные». Дима из Чпоксар написал. «У меня семья отличается своими причудами. Муж умеет добивать, сын паласы надрезать, дочь вопить умеет громко. Ну, а я терплю в сторонке». Оля написала. Оля, ну, за оригинальность как минимум тапки вам светят, а может даже и зонт с билетами. «Привет всем, поставь, пожалуйста, рам-зам-зам, а то никак я не могу проснуться еще, а про бабушку потом расскажу». Это Геерги с Питера написал. Рассказ про бабушку жду с нетерпением, а пока что... что там? Ахам-зам-зам! Веселая песня для тех, кто еще не проснулся или, может быть, глазки у вас закрываются, несмотря на то, что и кофе попили вроде, и проснулись хорошо, и выспались. У нас, знаете, сама цель такая – вас немножечко развеселить и взбодрить, поэтому вспоминайте веселые клипы, я с удовольствием их поставлю. Про битву фан-клубов должна напомнить Максим против «Елки». И в четверг уже подведем итоги, потому что в пятницу надо по правилам нашей битвы фан-клубов вставить все клипы звезды-победителя. Сегодня спрашиваю про ваших родственников. Интересные персонажи, в кавычках, естественно, случались или нет? В вашем генеалогическом древе. До замужества я носила две фамилии – Крылова, Пушкина, а сейчас – Рябинина. Но родительские фамилии сделали свое дело. Пишу стихи. Люба из Питера написала. Люба, ну что-то я ни одной рифмы не нашла в вашем сообщении, и как-то слабо даже верится. Исправьтесь, пожалуйста. Привет, Диль, моя бабуля родила 12 детей. Ничего себе. Она получила 12 золотых медалей. Это написала Оселя. Вот это да, слушайте. Мой отец снимал боль руками, и даже после операции благодаря ему обошлась без обезболивающих. У меня тоже проявляются эти способности, которые… А, правда, я их не развиваю. Бывают предчувствия, которые сбываются. Могу при знакомстве неожиданно понять, как зовут человека, прежде чем он назовет себя, откуда он и так далее. Ставлю себе при болезни диагноз. А ко врачу хожу, ко врачу хожу, за подтверждением и так далее. Слушайте, очень длинная история. Ну, сверхспособности явно прослеживаются, хотя бы если увидеть размер вашего сообщения. Так, Дмитрий Маликов и Владимир Пресняков у нас, кстати, есть. Клип, который как раз подходит под нашу тему. Люди, гордящиеся своими родителями и вместе с ними, собственно, в клипе появившиеся. Гордитесь ли вы своими родителями, а может быть, вы гордитесь двоюродными сестрами, братьями, тетями, дядями, бабушками, дедушками и так далее. Про родственников сегодня спрашиваем, были ли и есть, может быть, выдающиеся личности среди ваших родственников. В привет деле у меня бабушка была в плену и выбралась, и сейчас жива. Вот, это написала нам Серафима. Серафима, огромный привет своей бабушке, передавайте ей, конечно же, спасибо. Мой голос за Максима, она лучшая, поставьте, пожалуйста, ее песню. Подписи нет, но это, в принципе, наверное, и не важно, то, что голос в битве фан-клубов мы ваш засчитали. А у меня прадедушка был на Второй мировой войне и умер на 92-м году жизни. Поставьте Алексея Воробьева, подписи здесь нет. Мой отец снимал боль руками. Так, это мы уже читали. Секунду. Все сломалось у меня. Так, вот, привет, Дель, поздравь, пожалуйста, моего друга Морозова Андрея. С днем рождения. Мороз, с днем рождения тебя. Подписи здесь нет, но я думаю, что Морозов не так уж и много. Если вы нас сейчас видите, поздравляю вас. Тем более, знаете, двойное даже поздравление. Это день рождения первый повод. А второй повод, что вам специально мобильные блондинки передали привет и сказали, а можно вот специально для Мороза поставить нашу новую песню, которая прямо как раз по случаю вашего сегодняшнего праздника. Премьера в столе заказов, новый клип от группы Мобильные блондинки. А что это было? А вот это вот, эта группа градуса была, между прочим. Ребят молодцы, конечно. Подарки у нас есть для тех, кто отличится сегодня оригинальным сообщением. Даже два оригинальных сообщения мы решили найти. Среди всего потока за первое отдадим зонт наш фирменный и, конечно, два билета на концерт группы Винтаж, который состоится в 18-м... Нет, 15-го октября в Крокус-Сити-Холле. А, по-моему, в 18.00. У меня цифры, знаете, потаются в 19.00. Так, и за второе место у нас есть фирменные наши сланцы, которые по-прежнему остаются самым желанным подарком на всем нашем телеканале. Вот сообщение про подарки, кстати. Подарки никому не отдавай, неси домой и хлеба не забудь купить. Целую, подписи здесь нет. Кому это адресовано? Непонятно. Меня хлеба никогда никто не просил купить. Я его не куплю. Наверное, это все-таки не мне. Привет, Диль, моя бабушка умеет узнавать людей по фотографии, рассказывает, какой человек по характеру и так далее. Интересно. Я знаю, что есть такие люди, физиогномисты. Они по чертам лица определяют характер, даже какие-то факты из прошлого могут назвать. Потому что ваша бабушка тоже физиогномист. Моя дочь Вика с 10 месяцев щелкает пальцами, сейчас ей 11 месяцев. Прощелкает, конечно. Хочу пошутить, да нельзя, ведь вашей дочке всего 11 месяцев. Поставь Диму Билана задыхаюсь. Ника написала. И еще одно привет. Я голосую за елку. Спасибо. Я очень люблю Романа Тамазяна. Он самый лучший. Поставьте, пожалуйста, мне песню Димы Билана задыхаюсь. И подпись, конечно же, тоже есть. Я Кира. Надеюсь, что ваш Роман Тамазян слышал признание в любви и ответит вам самые настоящие взаимности. Надеюсь, что и у вас тоже все закипает, загорается, как только вы включаете наш телеканал. Хотела напомнить, кстати, про концерт Лолиты, между прочим. Некоторые ее не понимают, знаете ли, некоторые обожают, но никто не остается равнодушным к ее сексуальному и очень даже эпатажному творчеству. Смелая, раскованная, искренняя Лолита приглашает всех на свой сольный концерт 29 октября, который состоится в Крокус-Сити-Холле. Певица исполнит больше, чем вы даже думаете. Лучшие свои хиты, конечно же. А также недавно записанные новые композиции. Самым главным сюрпризом, кстати, новый облик станет Лолиты, но это уже действительно секрет, он же сюрприз. Придете и сами все увидите. Читаю ваше сообщение. Привет, Диль, я голосую за Максима. Дальше. Привет. У меня прадедушка пять раз убегал из немецкого плена. Ничего себе. И все благодаря знанию немецкого языка, потому что был учителем. А дедушка плотник и художник. Кстати, делал суперские поделки и картины. Виталик. Написал Виталик, молодец, что знаете, историю прям до прадедушки. Некоторые дальше дедушки не в курсе. Моя мама самая лучшая, она родила меня. Вот это подвиг. Галина написала. Галина, молодец. Оригинально вы написали, поэтому, может, даже и тапки получите. Мой дедушка был кулинаром и электриком, и однажды он решил починить дверь морковкой случайно. Надя написала. Поставь хвост пистолс, ты похудела. Надя, мне кажется, просто вы сами, наверное, в диете сидите, одной морковкой питаетесь, поэтому у вас мысли путаются. Вы имели в виду совсем другое, а не морковку. Хотя, с другой стороны, ставлю. Про родственников мы сегодня с вами говорим. Решил спросить, собственно, отношения-то какие у вас с роднёй любимой или, может быть, не очень любимой часто видитесь или нет. Любите ли, когда приезжает к вам толпа родственников или, наоборот, держитесь очень даже на отдалённом расстоянии. Может быть, стыдитесь, подсказывает мне. Может быть, они едят руками очень некультурные и невоспитанные люди, и это вам не особо нравится. А может быть, вы в ссоре, в какой-нибудь, я не знаю, в квартирный вопрос, может быть, вас разделил раз и навсегда, и вы не общаетесь. А может быть, наоборот. Я, кстати, очень давно, года 4 или 5 назад, снимала сюжет, в Томске это было, очень дружная семья там проживала, я надеюсь, проживает. И забавно то, что у всех фамилия одинаковая, это, естественно, Зайцевы, и сыновей они называют тоже одинаково всегда, Иваны. И вот у них Иван Иванович Зайцев этих, Иванов Иванович Зайцевых, собирается каждый раз по праздникам, по-моему, человек 10-15. И очень дружное семейство получается. Может быть, у вас тоже самое есть. По старой теме я сейчас вычитаю сообщение, забавно звучит. Привет моему сыну 6 месяцев, сегодня Тимати, пожалуйста, поставьте Настя из Тюмени, написала. Поздравляю с днем рождения Оксану Косымовну Пономареву, прошу ее поздравить тоже Оле и Кате. Оле и Кате присоединяюсь, и самое главное, забыла же сказать, ведь наверняка сегодня не только у вашей подруги день рождения, а еще у миллиончика человек. Не забудьте, что этот день самый важный, потому что можно загадывать желание. Только нужно все сделать грамотно, задувая свечи на торте, зажимаете правый глаз, зажмуриваете, сделаете вдох, загадываете то, что вам там очень сильно хочется, выдыхаете, и все. И точно сбудется 99,9%. Вероятность. Диль, поставь нам что-нибудь, Павел написал, я вам все поставлю. Ёлку просит голос, это будет в беде фан-клубов, а клип поставлю попозже. Спасибо, Диля, вам и телеканалу за Арам Зам Зам, но знаете, нам не хватило, поставьте, пожалуйста, еще и группу Серебро. Заранее спасибо всему телеканалу РУТВ. Весь телеканал и закадровые существа передают вам в ответ, пожалуйста. А, Диль, поставь, пожалуйста, маму Любу, есть у нас этот клип развратненький, доставим. Про родственников сегодня спрашиваю у вас, и расскажите, складываются ли отношения с ближайшими из них, например, с тещами или со свекровями, говорят, что многие из них портят жизнь человеку, но, с другой стороны, и теща, и теща розни, и, может быть, вам в этом плане повезло. И вообще, расскажите, какие родственники в наличии-то имеются, или, может быть, вы совсем одинюшеньки. У меня сегодня день рождения, лежу в постели, ем конфеты и слушаю вас. Вот, Светлячок, написала Светлячок, а почему слушаете, но не смотрите, интересно? Есть звонок у нас, ничего себе, 0971, номер, значит, работает. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Катя. Катя, очень серьезный голос у вас, наверное, и родственники тоже серьезные. Да нет, я хочу поздравить свою дочку шестнадцатилетия, мамуну Анну. Катя, поздравляйте, пожалуйста, даже перебивать не буду вас. Угу. Анечка, желаю тебе счастья, здоровья, успехов, всего самого наилучшего в жизни. А Катя нас смотрит сейчас? Да, да, да. Ой, наверное, она сейчас самая-самая счастливая Катя на свете. А какой клип хотите поставить? Какой? Максима Осколки. Максима Осколки. Осколки, да, да, да. С днем рождения еще раз, здорово, что вы все-таки посовещались прямо здесь, в эфире все это услышали. Есть у нас этот клип, и давайте еще посчитаем, что голос в битве фан-клуба. Максим у нас участвует в битве фан-клубов против фанатов «Елки». В четверг уже будем подводить итоги. От этого, кстати, зависит пятничный эфир стола заказов, потому что по традиции и правилам нашей битвы фан-клубов победитель получает все. То есть несколько раз мы ставим его клипы, что вообще-то против правил в середине недели, но в пятницу можно. Привет, Ру-ТВ и Диля. Отношения с родственниками очень хорошие у меня. Люблю свою жену, сына, уважаю родителей и друзей. Это написал нам кто-то, кто не оставил подписи, но общая картина о вас сложилась очень даже положительная. П. Ильичева любит Машу и Андрея, особенно Андрея, тещу. Ничего не поняла. Моя мамочка национальный шведский герой Карлсон, это написали Михайлова, не знаю, не знаю, кто это. Диль, привет! Мой брат свое время навалил... Очень неприличное сообщение. Навалил директору на стол и журналом прикрыл. И с тех пор Валера Запах, его зовут все, и нас часто путают. И из-за этой славы все девушки от меня шарахаются. Познакомиться ни с кем не могу. Алексей, Алексей, а почему запах ассоциируется сразу с тем, что сделал ваш дедушка? Запах может быть и приятным, просто переверните и все это. А, брат, а не дедушка. Так, Диль, поставь, пожалуйста, бумбок с сандалии. И вот еще несколько заявок, я вижу, на эту песню. Не так давно она появилась, но почему-то уже вам полюбилась. Стол заказов у нас с вами продолжается. Сегодня родственные отношения нас с вами связывают. То, что спрашиваю, были ли у вас родственники знаменитые или нет. А если нет, тогда в каких отношениях с родственниками вы состоите? Любите ли бывать в гостях друг у друга? Или же обходите стороной дом, например, вашего брата, я не знаю, или жены, брата, свата. Столько всяких названий есть, что все это даже, конечно, и не упомнишь. Теща особо волнует нас. В 2008 году я выиграла городской конкурс «Учитель года». В 2009 году родила третьего ребенка. Если сложить аббревиатуру из имен моих детей, то получится слово «Дар». Я счастливая мама. Собственно, вы о себе самой и написали. Сами собой гордитесь. Ну, в принципе, молодец. Поздравь жену Марину с днем рождения. Сергей из Калининграда требует. Не пожалуйста вам, не до свидания, Сергей. Поздравляю вашу жену из Калининграда. Надеюсь, что вы сделаете это тоже. Моя прабабушка Настя, дочка царя Николая Романова. Но это семейная тайна. Так я ее только что раструбила на весь свет. Прабабушка рассказала это бабушке перед смертью. А бабушка уже мне. Наталья написала. Наталья, ну, конечно же, сейчас 99% наших зрителей сомневаются в правдивости вашей истории. Хотя, с другой стороны, кто знает. Так, есть у нас еще вот сообщение про Лолиту. Тут написали. Поставьте, пожалуйста, Лолиту. Она нам очень сильно нравится. Если нравится, тогда слушайте. Потому что принцесса, певица, актриса и телезвезда Лолита готовит для своих поклонников новую незабываемую шоу-программу. 29 октября, запишите, пожалуйста, состоится первое сольное представление в самом большом концертном зале страны, Крокус Сити Холл. Вот, эпатажная Лолита покажет зрителям откровенные грани своего творчества и, конечно же, новый романтичный образ, который пока что держится в секрете. Собственно, если попадете, увидите первое. Так, есть у нас еще сообщение, но, пожалуй, нужна реклама. Продолжаем обсуждать ваших родственников, особо выдающихся или не очень, ну и, конечно же, отношения, которые между вами складываются. Привет, Дильда! Родственников много и всех люблю. У нас с ними очень теплые отношения. Я очень скучаю, потому что они в Москве и в Красноярске, и на Украине, и в Новокузнецке. Всем родственникам огромный привет, кто слушает и смотрит Рутовая Жданова. Она же Евграфова Кристина написала. Кристиночка огромная, вы молодец. Всем привет и свои передали. Надеюсь, что и ваши родственники их тоже увидели и услышали. Привет, Дильда! Отношения у меня с родителями отличные, особенно сейчас, когда я в армии, и мне осталось 30 дней до дома. Поставь, пожалуйста, винтаж деревья. И еще одна заявка есть на деревья. Привет, Дильда! У меня мама любит английский. Поставь, пожалуйста, винтаж деревья. Настя, поставь, пожалуйста, винтаж. Вот я еще вижу. И еще винтаж деревья. Есть у нас этот клип, тоже не так давно появился, поэтому пишите, нравится, не нравится. Вот я обещала, что за лучшее оригинальное сообщение, на первое место, которое мы поставим, из всех сообщений за эфир стола заказов, мы, конечно же, все-таки отдадим приз. Призом у нас являются билеты, как раз на концерт группы «Винтаж», который состоится 15 октября в Крокус-Сити Холли. Дальше читаю сообщение. Привет, давай послушаем Хаки любую песню. Моя папа... Моя папа в ноябре прыгнул... Мой, наверное, папу хоть написать. Мой папа в ноябре прыгнул в ледяную реку и вытащил ребенка грудного, который упал туда с моста в коляске. Ничего себе, он мой герой. Лера написала какая-то совершенно невероятная, но я думаю, что, в принципе, реальная история. Прадедушка моего мужа был известным исследователем Таймыра, Никифор Бегичев. На Диксоне установлен памятник Н.А. Бегичеву. Вот такое сообщение. Вынуждена жить со свекровью, мягко говоря, я ее не люблю, потому что врет на каждом шагу, сочиняет еще и пакостит. Неужели она не понимает, что разрушает жизнь сыну? Ян написала. Ян, я думаю, что не все свекрови такие, как ваша. Поздравляю с 16-летием Мамынову Анну. Бабушка написала. Бабушка, все понятно. Мы тоже присоединяемся к вашему поздравлению. Диль, привет. Поставь, пожалуйста, хаки. 20.00. Вот такое сообщение. И еще я вижу внизу очень много заявок на группу хаки. Есть у нас этот клип, и с удовольствием я могу его поставить. Может быть, у вас тоже есть родственники, режиссеры или строители, или, может быть, космонавты даже у вас в родне, как это говорится. Про родственников сегодня спрашиваем. Если нет каких-то выдающихся личностей, тогда расскажите, как общаетесь. Любите ли новых родственников? Это речь, конечно, идет о тех, кто женился, вышел замуж. Или же не поддерживаете отношения с родными людьми. Мой дед был ветераном, подписи почему-то нет. Вы хотя бы подписывайтесь. Сережа Лолитов из Ильичевки. Не ешь. Вован написал. Вован закрывает рот через телевизор своему другу. Видимо, друг-то ваш на диете. Жила и есть одна семья, и гордостью села была. Отец ну просто суперстар. Работать любит до утра. Жена отличная хозяйка, попарить мужа любит в банке. Сынуля любит помогать и мусор вовремя убрать. А доча любит умываться микробом, жизни не давать. Но кто не верит в наш стишок, мы просим в гости на чаек. Семейство Барановых нам это написало. Ребят, ну честное слово, зонт уже без пяти минут в ваших руках. Если никто вас не переплюнет, то и зонт, и билеты на концерт группы Винтаж отдадим именно вам. И напоминаю еще, что у нас битва между фан-клубами продолжается. До четверга будем собирать ваши голоса. Максим. Фанаты Максим против фанатов певицы Ёлки. Так вот, если Максима уже видели и фанаты обрадовались, так встрепенулись немножечко, то с Ёлкой тоже нужно поправить ситуацию. На большом воздушном шаре полетаем вместе. А вы пока подумайте, отдавать свой голос в битве фан-клуба за Ёлку или нет. Может быть, ваш родственник был пилотом воздушного шара в каком-нибудь там, я не знаю, 16-17 веке. А может быть, придворными были ваши родственники дальние. А может быть, ближние ваши родственники отличаются выдающимися способностями. И может быть, даже какие-то прям вот, ну прям совсем известные родственники. У нас, кстати, есть один из сотрудников, Василий Живаго. И вы сами понимаете, кто родственник нашего Василия. Тот самый доктор Живаго. Василий невероятно этим гордится. И поэтому ведет себя так, как вот ведет. Вот. Привет, Диль. Недавно писала сочинение и поругалась с родителями по поводу того, о ком оно будет. Поставь, пожалуйста, Нюшу. Ира написала. Непонятно, что там у вас за суть конфликта. Привет, Диль. Только сегодня хотела попасть в гости к сестре и посмотреть ее ремонт. Она мне отказала. А у тебя очень красивая родинка на левой груди. Спасибо большое от девушки. Этот комплимент, конечно, невероятно приятен. Отказала, наверное, потому что, когда ремонт происходил, вы не напрашивались в гости, а пришли только уже в самом конце на готовенькое. Меня с мужем развела его старшая сестра Инга. Три года прошло, а я до сих пор жалею о разводе. Ната написала. Меня заставили чистить окна. Облом, но по кайфу. Очень странно. Диль привет у моего брата Игоря. День рождения. Подписи здесь, к сожалению, нет. Но попросили Юрия Антонова с песней «Я вспоминаю». Брату Игорю огромный привет от нас, конечно же, с днем рождения вас. Передайте привет моей любимой девочке. Ирине Брик от Лехи. Это сообщение. Леха, я все передала. Надеюсь, что твоя Иришка Брик все получила. Коленька Вертиков. Я безумно тебя люблю. Это твоя Викуля из поселка Фабричного. Написала. И еще есть сообщение. Привет, Диль. Мне 34 года, а моей внучке Настюше 3 месяца. Она самый прекрасный рыжик. И я ее очень сильно люблю. Подписи здесь не вижу, но мы тут, честно говоря, с калькуляторами сидели. На перебой считали. Во сколько же лет вы дочку-то заимели? 34, а ей 3 месяца. Внучке. В общем, понятно. Ладно, не будем озвучивать цифры. Стерли Томак огромный привет передает всему телеканалу. А мы в ответ собираем все наши приветы и вам. И еще напомню, что у нас тема с вами сегодня про родственников. Какие отношения у вас с родственниками? Любите этих людей или терпеть не можете? 57, 42, 57, 43. Это номера для СМС-сообщений. А дозвониться можно по номеру 0971. Кстати, лучше всего это делать ближе к концу рекламы. Стол заказов у нас с вами, между прочим, не резиновый. Времени осталось немного, поэтому еще успеете ответить на вопрос, какие отношения вас связывают с вашими, собственно, родственниками. Не связывают, а как они происходят у вас, эти отношения. Общаетесь вы или не общаетесь? У меня в роду, наверное, был Кинг-Конг. У меня руки растут не оттуда и волосатость какая-то повышенная. Я думаю, что таких как вы очень много. Торен Владлен и Димон. Я, по-моему, очень скучаю. Это Юля написала. Привет, Дили. Отношения с родственниками у меня прекрасные. Особенно с мужем Григорием Благовым, который сейчас трудится в поте лица. Я его безумно люблю. Лена написала. Леночка молодец. Наблюдает за трудом. И сообщение пишет. Желаю Филиппа Киркорова удачных гастролей и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песню в его исполнении. Спасибо. Юлия написала. Юлия, ну, предлагаю поставить композицию, которая называется «Снег», потому что она очень трогательная и прям вот почти что снег скручет. Я плакала во время этого клипа. И знаете, прям даже вот все у меня, да, все полетело. Диль, поздравь моих родственников с рождением, доченьки. Поставь что-нибудь из дискотеки «Аварии» песню про папы Кристины Евграфова. Кристиночка, у нас есть одно очень простое правило. В столе заказов мы не повторяем дважды клипы одного и того же артиста. А «Авария» у нас была с песней «Арам-зам-зам» для самой молодой нашей аудитории. У нас сегодня год. Что-нибудь нам повеселее. Алена Лизина. Я тебя люблю, но подписи здесь почему-то нет. Добрый день, это Валера написал, я уже вижу. Выдающихся родственников у меня нет, а вот у меня талант к написанию книг, стихов и режиссуре. Хотя, думаю, нет, я не выдающийся. С родственниками отношения у меня холодные, как лед. Валера просит поставить Нюшу. Видимо, ты, Валерочка, просто просмотрел. Нюша была у нас с песней «Не перебивай день». У Валеры прожит зря. Валер, не расстраивайся. Завтра еще один будет с тобой заказывать, и ты обязательно там найдешь Нюшу. Может быть, тебе диск подарить? Записать на DVD все клипы Нюши, и надо подумать. А, у тебя есть, наверное, уже все клипы и все диски. Но завтра в любом случае не проморгай. Поставь ежевику галлюциногенной. Диля, ну, пожалуйста. Готова она у нас, эта галлюциногенная ежевика. У нас главное правило, когда люди дозваниваются на номер 0971, чтобы эти люди выбрали одно из двух. Либо они будут смотреть на себя в телевизоре и слышать свой голос, либо разговаривать с нами по телефону. Конечно, в приоритете у нас второй вариант. Звонок есть. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и уйдите напрочь от телевизора, потому что мы слышим эхо. Так, нас зовут Усмурс Высочайшего. Звоним вам. Иван, Илья. Артем, Евгений. Ой, у вас что, мальчишник? Тимур, Михаил. А, это еще нет. И хотим услышать песню, хотим вас попросить. Митя, в момент, все будет хорошо. А это у вас тематическая вечеринка какая-то? Ну, это просто сами себе настроение хотим поднять. А, ну, понятно. А девочек вы не приглашали сами себе ходить и поднять настроение? К сожалению, нет. Ну, рады, что хотя бы вы слово «к сожалению» употребили. Ребята, а в каком вы городе проживаете? Город Бадайбо. Участок Высочайший. Участок Высочайший. А можете покричать нам все вместе «привет»? Да, да, привет, конечно, всем передаем. А, всем передаем. Всем друзьям своим, всем. Я поняла, что ребятам уже весело, в принципе, плюс-минус мидифамин. Я вам ставлю мидифамин, а надеюсь, что у вас тоже, ребят, все будет хорошо. И в следующий раз позовите девчонок. Зонт, он же трость, он же палка, он же, я не знаю, на что еще похож. Сувенир на память тоже как вариант. Ну и, естественно, средства, защищающие вас от дождя. Достанется тому, кого мы определим самым оригинальным на сегодня автором сообщения на тему о родственниках. Выдающиеся родственники или просто родственники, которые портят вам кровь, а может быть, наоборот, делают жизнь вашу намного лучше и светлее, чем она есть. И, кстати, зонт у нас идет в одном пакете с двумя билетами на концерт группы «Винтаж», который состоит с 15 октября в Крокус-Сити Холле. А у меня отличные отношения с родными жены, в частности, с ее свекровью. Какая-то забавная тут у вас формулировка получилась, из чего следует, что у вас отношения хорошие со своей собственной мамой, что ли? Да? Или нет? Может, я что, опять перепутала? Я люблю свою тещу, я ей прибиваю к полке, а она меня кормит и понимает. А когда жена истерит, встает на мою сторону, мирит нас. Молодец, Людмила Сергеевна. Эдик написал, что он жесткий может быть. Диль привет передаю Коваленко Максу, что я его очень сильно люблю. Передали мы ваше сообщение, надеюсь, что взаимность вам светит, так же, как реклама на канале РПВ. Буквально три минуты у вас есть, чтобы выиграть подарок, подсказали только что мне. На самом деле, уже потихоньку мы подводим итоги. По оригинальности отсеиваем ваше сообщение. Кто поумнее, кто по фантазине, кто просто факт из жизни написал, но очень отличающийся от всех остальных. В общем, буквально через минут пять действительно уже назовем имена победителей. Тех людей, которые заберут тапочки, зонтик и билеты на концерт группы Винтаж. Привет, Диль, передаю привет колледжу в ожерелье. Родственники у меня супер, помогают материально. Ха-ха, Сашка. Сашка, кстати, сдобрил свое сообщение десятью смайлами. Александр, что вы там, интересно, делаете? Всей семьей фанатеем от нашей долгожданной внучки Насте. Ей сегодня годик. Поставьте, пожалуйста, Эда Шульжевского по имени Настя. Есть у нас, кстати, очень много на сегодняшний день заказов на эту песню. Но это, конечно, потрясающий романтичный парень, поэтому можно его включить, так, знаете ли, и помечтать. Что творится в этом мире, непонятно. Зато понятно, что творится с вашими родственниками, исходя из ваших сообщений. Большая часть наших зрителей все-таки вдружелюбная наша со своими родными и близкими. У нас звонок есть, поэтому такие аномалии здесь происходят. А звонок, между прочим, с победительницей, которую мы выбрали, как самую оригинальную. Ольга, здравствуйте, вы в студии. Олечка, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я вас поздравляю, ваше сообщение стало самым оригинальным за весь сегодняшний эфир. И если вам несложно, прочитайте его, пожалуйста. Спасибо большое, сейчас найду, прочитаю. А вы далеко уходите, Оля? Нет, я сегодня долго мозги над ним ломала. И как, сломали? Почти. Все, я готова читать? Конечно, все, читайте, что у вас там есть. Жила и есть одна семья. И гордостью села была. Отец, ну просто суперстар. Работать так. Любит до утра. Жена отличная хозяйка. Попарик мужа любит в банке. Это вы? Сынуля любит помогать и мусор вовремя убрать. А доча любит умываться, микробам жизни не давать. Но кто не верит в наш стишок, мы бросим в гости на чаек. Вот это да! А скажите, пожалуйста, в банке мужу парите вы и на чай тоже приглашаете? Конечно, я. Кто еще там? Вот это да, интересно, да. А где баня-то у вас находится? В 5 метрах от дома. Нет, я имела в виду, какой город. Где она находится территориально у вас? Край, район, село. В городе Муршикировской области. А, понятно. В 5 метрах от дома понятно. Зонт и билеты на концерт группы Винтаж я вам дарю. Вы как, счастливы, нет? Вы должны были сказать, что... Спасибо большое, но мы хотим билеты оставить второму месту. Спасибо огромное. А теперь все понимают, что это подстава. Нет, на самом деле... Я так поняла, что далеко вам ехать, да? Да, у нас просто никак не получится. А зонт-то получится у вас использовать по назначению? А вы нам, как вы, по почте, высылать? По почте, а как вы хотите? Да, мы готовы по почте взять. Берите! Сразу после эфира с вами свяжется наш администратор и расскажет, как вы заберете зонт. Теперь он точно уже ваш. И, кстати, я заменю, наверное, билеты, раз уж действительно не можете приехать, на клип от Жанны Фриске про пилота что-то там. От винта я сейчас продиктую вам второе сообщение. Собственно, оно и будет тоже победным. Тапочки мы обещали отдать, но так как сами слышали, что Ольга, предыдущая наша победительница, не может отправиться на концерт группы «Винтаж» 15 октября в Крокус Сити Холл, соответственно, передаривает свои билеты на имя второго человека. Да, это Ольга тоже, представляете, две Ольги. Сообщение было следующее. У меня семья отличается своими причудами. Муж умеет добивать, сын – паласы надрезать, дочь вопить умеет громко. Ну, а я терплю в сторонке. Оль, теперь вы будете терпеть в сторонке под зонтиком. Он мне говорит, а, со сланцами. Нет, ну, тоже плохо, да. Но в тапках лучше, чем босиком. Поэтому можно, кстати, еще разбавить вашу жизнь походом на концерт группы «Винтаж». Я надеюсь, что вы сможете в него попасть. И, кстати, Анна Плетнева навсегда закрепилась в нашем сознании, как самая сексуальная певица и самая плохая девочка отечественного шоу-бизнеса, между прочим. 15 октября на сцене Крокус Сити Холл вы увидите историю плохой девочки. Именно так называется концертная программа группы «Винтаж». Информационную поддержку оказывает телеканал РУ-ТВ. Начало в 19.00. И специальные гости – это Ева Полина, диджей Смэш, Рома Кенга, Владимир Пресняков и, конечно же, Заза Наполея. Собственно, ради последнего гостя на этот концерт идет наш режиссер Дмитрий Воронин. Вот. Олечка, с вами свяжется наш администратор и вам расскажет, как вы сможете забрать все свои подарки. Еще раз напоминаю, что неважно, кто и что вам говорит по телефону, когда рассказывают про подарки от телеканала РУ-ТВ, главное – запомните, что все это бесплатно происходит, а мошенников отправляйте куда-нибудь в соседнее село. Тема у нас сегодня была, мне кажется, очень даже дружелюбная, про родственников говорили, и, к моему удивлению, к всеобщему удивлению, очень мало было негативных сообщений, а это значит, что родственников вы все-таки любите. Давайте дружить с семьями. Меня зовут Диля, увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok